Северный народ Однажды полюбил Чесхан красавицу Чолбон и умчался с ней высоко-высоко в бескрайнее небо. Затихла земля тогда в ожидании великого чуда – зарождения новой жизни. Северный народ Которая всегда светит всем влюбленным. Которая всегда светит всем влюбленным. Я сама лыжница. Позавчера встала на лыжи и такое чувство, что даже перерыва как будто не было. Вообще так радостно, как-то на душе это. Так скучала, что даже аж плакать хотелось. Вот ехала, да, вот так и вообще мурашки по коже были. Не знаю, как из этого жить. Заново все начинается. Тренировки, тренировки. Да и жизнь в лыжне, как бы, это все наше. Я не могу без лыж, без спорта жить. Я тренировалась у него. Тренировал он. Потом вот когда только оканчивала учебу, ну студенткой была, тогда и поближе познакомились. Сблизились. Да, сблизились. Вы видите свою дочку тоже лыжницей? Да, конечно. Она позавчера только встала впервые на лыжи. Тут есть у нее маленькие лыжи. Лежат тут. Кто-то говорит, что она уже в подводной лодке. То есть уже ей деваться некуда. Вот так и живем. Я заниматься начал лет с девяти. Это примерно класс третий. Так помню. С отцом гуляли на лыжах. Потом отец говорит, ты достался своими лыжами, иди-ка в секцию, занимайся как следует. И я записался на лыжную базу к тренеру. И мы регулярно катались до раза четыре в неделю. Потом уже стали взрослеть. Начали ездить на тренировочные мероприятия класса с девятого по одиннадцатый. Когда школу закончил, выпустился с Алданской детско-юношеской спортивной школы. Поступил в училище Олимпийского резерва в городе Чита. И там начался уже настоящий спорт. Не детский, так скажем. Лыжным спортом рано тоже нет смысла заниматься. Можно отбить желание у ребенка. Тем более с нашими тоже климатическими условиями. У нас да, хорошо снег рано падает, но у нас и зима такая немягкая, грубо говоря. С декабря по февраль морозы. Ну, думаю, порядка с девяти, с десяти лет этого достаточно. Но тут большую роль играет тренер, с которым работает ребенок. Сейчас у нас проходит тренировка, как вы можете наблюдать. Это такая вариация футбола с большим мячом. Когда мы немножечко взяли от футбола, немножечко от регби, когда мяч забрасывают в ворота руками. И вот так тут соединили. Взяли большой мяч и вот наподобие футбола и регби играем вот в такую вот игру. Вперед, только вперед и всегда к победам. Таков девиз каждого тренера, мечтающего, чтобы его подопечный достиг самых высоких результатов. Вот и сейчас, выезжая на очередные соревнования, задача и тренера, и спортсменов взять золото. Однако, чтобы встать на главную ступень пьедестала, важна еще и подготовительная работа, за которой стоит целая команда профессионалов. Во-первых, интересно выехать, сменить немножко тему улданскую. Дети все были довольны, ждали очень выездов, потому что и дети, которые уже выездные у нас, в прошлый сезон выезжали, поэтому они, конечно, этого ждут. Для них это праздник. Несмотря на то, что волнение, они готовы, им интересно. Вообще сейчас ближайший приоритет у нас подготовка к зимним «Дети Азии» в 2023 году, которые в Кемерово должны пройти. На них пытаемся отобрать самых лучших среди 2007-2008 годов, поэтому сейчас будем просмотр еще делать среди ребят, которые с деревень приехали. И потом, кто покажет себя с хорошей стороны, будем приглашать работать с родителями, чтобы они приехали к нам в Алдан и занимались в хороших условиях. У нас прекрасные климатические условия. Если говорить конкретно о Алдане, это лучшее условие не найти. Самый ранний снег выпадает в мире. Мы катаемся до мая, и довольно-таки не суровые зимы. Поэтому, конечно, мы в этом плане выигрыши. Всегда, когда сборные у нас команды приезжают, в том числе и Корея, и в том числе и Казахстан у нас были, и так далее, они, конечно, все говорят, ничего себе какие условия. Во-первых, и тепло, и натуральный снег. Наша школа насчитывает более 600 воспитанников. На базе лыжного центра в Алдане работает интернат. Там постоянно проживают и тренируются порядка 30 спортсменов. Одаренные воспитанники школы Олимпийского резерва по лыжному спорту проживают в современном комплексе, при котором есть все необходимое для полного погружения в спортивную среду. Условия проживания непосредственно в интернате мало чем отличаются от жизни в студенческом общежитии. Те же комнаты и та же обстановка. Кровати, тумбочки, письменные столы, полки и шкафчики. Есть отдельный читальный зал. Наряду с этим режим дня очень суров. Как того требует жизнь спортсмена, выбравшего профессиональный путь. Сначала мы стоим в 6.20, за 5 минут одеваемся, спускаемся в спортзал. В 6.30 уже начинается зарядка. Побегали, ОФП поделали. Где-то в полвосьмого заканчиваем, идем завтракаем. Чуть-чуть отдыхаем, собираемся в школу. Идем учиться. Отучились, пришли, чуть-чуть отдохнули, покушали. Вышли на вторую, потренировались также. Поотдыхались, все время было. Пошли, поели, поужинали, отдохнули. Если бывает, то вторая тренировка. Выходим на вечернюю. На вечернюю тренируемся. Вот, остается время, мы делаем уроки, отдыхаем и ложимся спать. Вот, ну, уже где-то в 10 уже отбой. Конечно, как сказать, трудновато, но мне нравится. Как дисциплина. А утром все начинается снова. Тренировка, школа, опять тренировка. Жизнь настоящего спортсмена – это всегда борьба. Прежде всего, с самим собой. Хоп, 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 хоп. Уже получше. Ты то ли разгоняешься, сейчас только понимаешь. Понимаешь? Сейчас лучше. Первый раз вообще просто на технику работа была. Руками не работаешь, ноги тоже заступаешь. Все. Последний раз до меня. Мощно, быстро, резкие движения. Мощные. Короткие. Заток. Внимание. Марш. Под каждый, под каждый. Раз, раз. Выдергивай, выдергивай. Заставляй. Раз, 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 раз. Раз, до конца, до конца, до конца. Посмотри. Да, 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 до конца. Спотнулся, упал там. Быстро все делать надо, понимаешь? Мы сегодня репетируем вот это вот. На соревнованиях уже полно будет. Просто задача, да, которая стоит именно перед учреждением, непосредственно перед республикой. Это будет первый спортсмен непосредственно зимних видов спорта, который поднимется на такую высокую ступень, наверное, педестал. У нас есть все перспективы для того, чтобы стать столицей не только лыжных видов спорта, но и ледовых, если мы будем учитывать строящийся крытый ледовый дворец, который впоследствии планируется присоединить к нашим мощностям. Затем, наверное, самый грандиозный план, который очень надеюсь в ближайшем будущем осуществится, это строительство горнолыжного комплекса в поселке Лебедино. Там потрясающая мощность, скажем так, природных склонов двухгольцев. Как сказал технический делегат от Федерации горнолыжного спорта России, даже без планировочных решений на них можно проводить соревнования вплоть до Олимпийских игр по некоторым горнолыжным дисциплинам, что, безусловно, не может не радовать. Мы находимся на территории школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам. Это будущий горнолыжный склон для начинающего уровня, для людей, которые только становятся на лыжи и сноуборда. В последние годы я работал в городе Сочи. В настоящий момент меня пригласили развивать горнолыжный спорт в республике. И в настоящее время я являюсь старшим тренером республики по горным лыжам. Что из этого получится, покажет время. Но в перспективе набрать секцию горных лыж, в дальнейшем сноуборда, по сноуборду. Ну и начинать тренировать детей и немножечко подготавливать их к будущим зимним детям Азии, вторым, которые пройдут на Кузбассе. Время покажет, что получится. Наберем детей, надеюсь, где-то стрельнет какая-то звездочка, которая, может быть, покажет где-то результаты и увидим ее когда-нибудь, может быть, даже на Олимпийских играх. В этом году два человека у нас попало в Олимпийскую программу республики по лыжным гонкам. Это Александр Клугин и Владимир Рыбкин. Про биатлон тоже можно сказать. В этом году у нас большая победа. Александр Протсук стал чемпионом первенства России по биатлону. Это очень важная победа для нас. Ну и, естественно, задача, чтобы это было постоянное, как можно больше таких побед, чтобы больше детей попадали в сборную команду республики, в сборную команду страны. Уважно в спорте, как интересно бегать, соревноваться, проявлять силы соперниками, занимать какие-то места призовые. И самая любимая дистанция – это марафон, где можно выложиться, бежать своим темпом, как хочется. Уже побывала на России, позанимала места, была в двадцатке сильнейших. У меня в руках скребок, и мы снимаем первое слое гладочного парафина. Потом, затем берем кардаш и снимаем парафин с желобка. В погоде разные температуры парафинов, лыж идут, и вот так вот только проверяется. В современном спортивном мире существует множество различных смазок скольжения. Из этого большого разнообразия сложно выбрать и тем более подобрать нужный вариант. Строительство лучшее в мире на сегодняшний момент. Правда, сейчас оно модернизированное, более маленького размера уже. Выглядит вот такой чемоданчик снаружи. Внутри у него там электронная начинка. Сейчас я вам все покажу и расскажу. И это позволяет из большого, огромного количества смазок выбрать лучший вариант на сегодняшний день. Точнее, из, допустим, 50 вариантов выбираем 5-6 лучших. Потом эти уже варианты мы тестируем уже непосредственно на лыжах на снегу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стыкаем в снег датчик температуры. Достаем наше устройство, которое будет работать. Достаем плашку для тестирования плашки. Вот у нас здесь, допустим, у меня 25 штук с собой. Пристегиваем плашку к устройству, устанавливаем на поверхность, включаем прибор. Прибор включается. И начать измерение. Подготовка предварительная. В вакс-кабине мы наносим порошки. Они работают в специальных масках, респираторах, вещи эти все ядовитые. Наносятся в специальных перчатках, масках. Ну, и потом мы можем оценить, какая температура у нас сегодня за бортом. Сейчас я вам скажу информацию. Сейчас минус 7 градусов, покаживает снег. И температура блога плюс 19. Блог сам пепелый, а снег холодный. Вот эти все данные получаем. Возвращаем в вакс-кабину, анализируем. И готовим музыку к гонке. Если гонка проходит достаточно долго, или спортсмены стартуют одни утром, другие в обед, перед следующим забегом, или следующим стартом, после обеда, который стартует, ребята, мы, конечно, тест еще раз повторяем. И получаем свежие результаты. И они тоже у нас выступают успешно. Вот такое ноу-хау. Всем рекомендую. Вот оно какое яркое алданское солнце и скользкий алданский снег. Замечательно. Подготовка заключается именно в том, что у нас хороший и очень большой центр, и очень хорошие специалисты здесь работают. В том плане, что у нас постоянно, практически постоянно, снег укатанный, плотный, и на нем можно проводить практически любую тренировку. Как и классика, так же и конько. У нас снег всегда натуральный. Мы не пользуемся искусством. И об этом уже, в принципе, наша вся страна знает, что даже из олимпийской сборной нашей страны сюда приезжает на первый снег. Ну, наш снег, он интереснее чем? Он забирает осень и забирает весну. То есть рано и кончается очень поздно. В зимний период, да, он превращается, так скажем, по лыжному сленгу, это мука. То есть он вообще не едет, он перемороженный. Но для этого существует ретрак, который именно вот этот перемороженный снег вытаскивает с нижних слоев снега, вытаскивает его наверх и придает ему кристаллизацию, то есть которая придает лучшему скольжению для лыж. Вот, допустим, сегодня, да, снег у нас выпал мягкий, теплый, он сегодня катучий. Когда бывает больше 20 градусов мороза, он такой же выпадает, но он уже идет, как, скажем, тормозящий снег. Его приходится обрабатывать более конкретно под каждую лыжную трассу. Ну, специфика моей работы на этой машине заключается в том, чтобы приготовить лыжную трассу к идеалу и по правилам лыжного спорта. Ну, и, соответственно, мне самому иногда приходится вставать на лыжах, чтобы испробовать, что я сделал, для того, чтобы я потом в дальнейшем мог знать, прочувствовать, что-то, может, где-то переделать, что-то исправить. И поэтому приходится, ну, раз в неделю я сам вставил на лыжи и проверяю свое, так скажем, изготовление. В чем уникальность этого центра? Помимо того, что здесь устойчивый снежный покров формируется где-то 13-14 октября. Это, я вам хочу сказать, самый ранний снег на территории Российской Федерации и в Европе тоже там. Естественного снега в такие даты нет. то есть возможность вкатки. Первое соревнование на природном снегу. Затем, чем их привлекает непосредственно сам центр? Это гостиница, столовая, тренажерный зал. Если мы говорим про биатлонистов, тир, сауна. Это все сосредоточено в одном здании. Грубо говоря, одели ботинки, вышли на улицу, пристегнули лыжи и поехали. Спортсменам высокого класса уровня олимпийской сборной здесь, конечно, все устраивает. Это то, что все сосредоточено в одном месте. Это раз. Во-вторых, вот на примере нашей российской сборной по лыжным гонкам, она делится порядка на три состава. Вот один из составов у нас был в этом году здесь, в Алдане. Два состава, они катались на первом снеге за границей. Но за границей не столько мест много, где можно покататься в раннее время. Их там два или три порядка. В Финляндии, там, в Норвегии. Но там, представьте, сосредоточена вся элита мирового спорта. То есть, грубо говоря, спортсмены высокого класса, они встают на лыжню, а снег искусственный. Ну, нереально насыпать пять километров искусственного снега. Как правило, там, два-три километра максимум. И они встают на тренировку и катаются вот так вот друг за другом, грубо говоря, паровозиком. Все там пятьдесят километров. Грубо говоря, тренировка три часа. Ну, кому это понравится? Сбор двадцатинедневный, и друг за другом ерзать. А здесь вы приехали, спортсмены, имея в виду, здесь десять километров лыжной трассы. Они разбрелись по этому кругу. Никто никому не мешает. Раз. Дети маленькие катаются, тоже никто никому не мешает. Ширина позволяет. Это главный аспект, который вот сюда и, в принципе, притягивает спортсменов высокого класса. Они здесь могут делать на лыжне. Любые тренировки проводить, ни под кого не подстраиваться. Под заграничных спортсменов ничего согласовывать не надо. Сейчас переговоры ведутся в том плане, что Олимпийская сборная по биатлону планирует приехать к нам на летний УТС при условии, что мы заасфальтируем стадион и сделаем подход к огневому рубежу, чтобы можно было проводить тренировочные мероприятия на лыжероллерах. А первый снег, они в октябрь месяц уже ждем их, уже у них в планах есть опять же приехать перед Олимпийский сезон, перед Олимпиадой в Пекине сюда поедут. Работы будут естественно таким учетом, чтобы угодить как лыжникам, так и биатлонистам, потому что у них несколько разные требования к трассам, старт-финиш у них даже маленько в разных местах. То есть биатлонистам очень важен момент выкота на стрельбище, да, от выхода. У лыжников, конечно, этого требования нет. но надеемся, что угодим всем. Я думаю, что в нас заинтересована вся страна, и мы будем дальше стараться для того, чтобы максимально привлечь к себе внимание и, соответственно, спортсмена. лыжный спортсмена. есть у нас задачи максимум, это Олимпийские игры, как и у всех. Она притягивает, эта трасса, это не на против, притягивает. Для меня лыжи, это, можно сказать, часть моей жизни. Я не хожу на работу, я просто занимаюсь любимым делом. Лыжный спорт, как бы, для меня это и хобби, и не то, чтобы часть работы, да, в принципе, вся жизнь на данный момент она связана с лыжным спортом. Редактор субтитров А.Семкин